Масштабное обесцвечивание разрушило 35% площади кораллов в северной и центральной частях Большого барьерного рифа. Об этом в понедельник сообщили австралийские учёные. Это стало большим ударом по этому объекту всемирного наследия ЮНЕСКО, который ежегодно приносит доход в 4 миллиарда долларов за счёт потока туристов. Ещё в марте австралийские учёные говорили, что площадь полностью не затронутых процессом кораллов составляет всего 7%. Они также выразили серьёзные опасения по поводу ситуации в северной части барьерного рифа. После дальнейших исследований с воздуха, а также погружений к 84-м коралловым образованиям в регионе, стало понятно, что обесцвечивание более масштабное, чем предполагалось. Процесс, как считают учёные, обусловлен повышением температуры океана. Для кораллов критическим является рост даже на 1 градус по Цельсию. Масштабное обесцвечивание на Большом барьерном рифе произошло третий раз за последние 18 лет. При этом власти Австралии говорят, что делают всё возможное. «Глава комитета всемирного наследия сказала, что наше управление Большим барьерным рифом отвечает всем мировым стандартам, а также является примером по управлению коралловыми рифами. Так что, без сомнения, мы хорошо выполняем нашу работу». При повышении температуры воды кораллы начинают выселять водоросли, которые придают им яркую окраску. Из-за этого кораллы становятся более уязвимыми и легче разрушаются. Шанс для восстановления есть, однако главное для этого условия – нормализация температуры. Учёные считают, что основная причина потепления – активизировавшийся феномен «Эль-Ниньо». Однако немалую роль играет и глобальное потепление.